Новые данные смогут получать в областном кардиодиспансере. Уникальный аппарат УЗИ привезли в пятницу, а уже в понедельник на нем обследовали первых пациентов. Оборудование приобрели в рамках программы развития здравоохранения национального проекта. Его стоимость составила 9,6 миллионов рублей. Деньги выделили из регионального бюджета. Среди новых возможностей – эхострессокардиография. Такое исследование в регионе проведут впервые. Эхострессокардиография позволяет оценить сократимость стенок сердца, левого желудочка, глобальную сократимость, локальную сократимость, спокойное состояние и, что очень важно, после проведения стресс-теста. Стресс-тест будет включать в себя либо пробу с физической нагрузкой, белый тренажер, либо трендмил, или фармакологическая проба. Это будет зависеть, определяться, исходное состояние пациента и наличие у него или отсутствие показаний проведения пробу с физической нагрузкой. Сопоставление результатов до нагрузки и после позволит выявлять ишемическую болезнь сердца на более ранних стадиях, например, когда изменений еще не видно на электрокардиограмме. Ишемическая болезнь сердца, она включает в себя несколько, так сказать, форм. Это стонокардия различная, форма стонокардии, инфаркт миокарда, рушенерит, и так далее. Так вот, именно ишемия – это процесс, это обратимый процесс. Ишемия миокарда – это процесс обратимый, необратимый процесс инфаркт миокарда. Так что выявленная ишемия миокарда на ранних стадиях позволяет оказать пациенту провести соответствующие лечебные мероприятия. Стоит отметить, что ишемическая болезнь сердца может возникнуть в любом возрасте. В кардиодиспансер с этим заболеванием обращаются и молодые люди, всего в 25-28 лет. Поэтому резанцев просят больше обращать внимание на свое самочувствие. У человека появляются какие-то ощущения загрудинной, боль, жжение, давление, что-то в руки. Особенно если при нагрузках, при ходьбе, при этом он замечает какие-то перебои в сердце, нарушения ритма. Ну, в любом случае, то есть, в принципе, так, любые болевые ощущения в области сердца, в летотворении грудной клетки. Стоит отметить, что пока прием пациентов проходит в обычном режиме. Ведь для проведения нового исследования кабинет нужно докомплектовать, а врачам повысить квалификацию в столице. По прогнозам, новые обследования в кардиодиспансере смогут проводить уже осенью. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».